Всем привет, с вами Евгений Соловьев Сегодня я хочу сравнить Volkswagen Tiguan Skoda Karoq, Skoda Kodiaq Audi Q3 Немножечко Audi Q5 Все в одном выпуске Но сравнивать я буду исключительно эмоционально Есть цифры Эти цифры я озвучил в правом верхнем углу По ссылочке вы можете посмотреть По крайней мере там Karoq, Kodiaq и Tiguan По размерам По ценам, по всему Такой есть расклад А здесь я хочу именно рассказать Свои ощущения, что у какого автомобиля Действительно лучше Вы спросите, Женя, почему ты этого не делал Когда, например, снимал обзор на Tiguan А я скажу, почему я этого не делал Потому что, чтобы взять машину На тест-драйв Нужно иметь согласование от импортера Каждому дилеру А у импортера Причем, не важно, Volkswagen, Skoda Audi, стоит запрет На сравнение, в том числе блогерами Журналистами Автомобили внутри концерна То есть вы понимаете, да Именно поэтому Karoq все сравнивали, например, с Kia Seltos Ну понятно, что Seltos надо с Кретой сравнивать Это похожие автомобили Karoq это немножко для другой целевой аудитории Но все все равно в лоб их сравнивали Типа вот два конкурента, да Сейчас вы видите, что Octavio сравнивают с Kia K5 Вы спросите, почему K5? Я вам скажу, почему Потому что Octavio реально всегда сравнивают с Camry Хотя Camry больше, но они по деньгам сопоставимы И поэтому эти машины сравнивают А вот журналисты делают по-другому Вообще, если хотите, чтобы я вам рассказал про всю кухню Как устроена благосфера Там рекламная интеграция, не рекламные Тесты, не тесты То давайте ради эксперимента Соберем под этим видео 1000 лайков Если соберем То я вам все это расскажу Значит вам это интересно Ну а для того, чтобы это видео посмотрело большее количество людей Просто досмотрите его до конца Этого уже будет более чем достаточно Уже предвижу комментарии в духе Вот, надо машины брать только у подписчиков Не надо брать у дилеров Тогда сможешь говорить, что захочешь Нет, это не так Во-первых, когда машину ты берешь у дилера или у представительства Ты можешь на ней ездить продолжительное время Ты можешь с ней ознакомиться Ты не паришься на тему того, что как бы чего-то не вышло с машины Потому что хозяева к своим автомобилям часто очень ревностно относятся То есть здесь я могу делать те вещи, которые на машине подписчика я бы делать не смог Ну и кроме того, никто же никого никогда не заставляет Исключительно позитив писать Нет такого Когда-то с Рено была такая ерунда Но им же это боком и вышло То есть пожалуйста, ты можешь что-то критиковать Что-то ты можешь похвалить Здесь скорее стоит вопрос каких-то фишек Типа вот как внутри концерна нельзя сравнить автомобили Все, политика такая Ну окей, по крайней мере в этом выпуске отдельно я это могу сделать А на самом деле у каждого из этих автомобилей Есть какие-то свои фишки Очень приятные и классные То есть я даже не могу сказать Какой прям абсолютно лучше Какой абсолютно хуже Нет, такого нет Например, Skoda Karoq и Audi Q3 имеют самое чуткое рулевое управление Самая хорошая обратная связь на руле Кодиак и Tiguan они, к сожалению, вообще этим похвастать не могут Рули у них ватные, как у среднестатистического кроссовера Если мы говорим про двухлитровый двигатель То самая лучшая настройка это, конечно же, Tiguan Не знаю, хотите, скажите Audi А вот нет А вот Audi нет Audi сделали так, что она едет в драйве Так же, как будто бы у нее 1.4 под капотом двигатель И реально она прет и летит только в спорте А в спорте она такая дерганая, что это уже очень сильно на любителя Что называется То есть мне так ездить тяжело по городу Получается, за что деньги платишь А в Tiguan все отлично вообще Ну на мой взгляд, это вообще лучшая связка А если мы говорим про Кодиак То, к сожалению, Кодиак очень плохие настройки имеет Коробки Мне непонятно, зачем так сделано Но, к сожалению, когда вам нужно быстро обогнать Или что-то быстро сделать То, несмотря на то, что у машины DSG Все будет происходить медленно Зачем так сделано, я не знаю Ну, а у Carro, как вы понимаете, двухлитрового мотора нет вообще Кстати, если говорить про двигатель 1.4 То, на мой взгляд, Carro особенно полноприводный Ну, как-то отзывчивый, что ли, да Чем Кодиак и, кстати говоря, даже чем Ауди На Тигуане, к сожалению, с 1.4 я не ездил В номинации «Самый скучный салон» у нас выигрывает Тигуан Ну, такие линии прямые, но это все... Ну, понятно, что это Volkswagen, да То есть он на свою аудиторию сделан В Шкоде, конечно, салон гораздо интереснее А Ауди в этом плане еще более интересно Но, опять же, смотря для кого Для водителя, да Для переднего пассажира Вот у меня супруга все время на Ауди ругается Конечно, что у них торпеда очень сильно выступает вперед Что приходится очень далеко сиденье назад откидывать Ну, отодвигать Ей это не нравится, например, да Поэтому Шкода, что Кодиак, что Carro По салону, ну, в моей номинации, да Все-таки на первом месте находится Несмотря на то, что у Ауди действительно очень красивые, классные отделки Задний ряд, самая ужасная машина, это Carro Потому что у нее вертикальная спинка Спинка не наклоняется Ехать там, ну, на мой взгляд, тяжело Просто надо очень вертикально сидеть И на длительное расстояние это будет действительно тяжело В Кодиаке, в Тигуане, например, такой проблемы нет Там сзади ехать гораздо удобнее И можно откинуть спинку и так далее То есть для задних пассажиров более френдли Возьмем клиренс Дорожный просвет Тигуану у нас номер один То есть он самый-самый внедорожный И, кстати говоря, Тигуан вообще С точки зрения какого-то внедорожного потенциала Гораздо впереди всех остальных автомобилей этих Почему? Потому что У него, во-первых, самый большой дорожный просвет Во-вторых, у него три режима внедорожных Один из которых можно настроить так, как хочется Да, если хотите знать про них подробнее Пожалуйста, ссылочка, мой обзор Тигуана Там все есть А самый лузер в этой категории оказался Корок У него самый маленький дорожный просвет Ну там от версии к версии, конечно, я уже даже боюсь цифры какие-то назвать Потому что у всех версии они разные Но, тем не менее, он все равно самый маленький Поэтому с точки зрения именно куда-то залезобраться Корок хуже всего подходит По подвеске Тигуан у нас, на мой взгляд, менее интересный автомобиль Потому что он слишком передает всякие мелкие неровности на дороге На хороших ямах он хорошо отрабатывает А вот мелочь, все на кузов, все дребезжит, как-то звенит Мне кажется, все остальные перечисленные автомобили по подвеске Все-таки впереди И, наверное, я бы ни один из них больше не выделил То есть все комфортные, везде все хорошо работает Самый большой из этих автомобилей у нас, соответственно, Кодиак Поэтому у него самый большой багажник Это его плюс У всех остальных багажник меньше У третьей маленький багажник У Корока маленький багажник У Тигуана тоже маленький Тигуан чуть длиннее, чем Корок Поэтому, по идее, у него багажник побольше Но он в длину побольше А Корок такое ощущение, что он как будто в глубину То есть, ну, возможно, Шкода здесь поиграла с размером запаски Или там с уровнем днища Может, в том числе и поэтому Корок имеет самый маленький дорожный просвет Но, в целом, мне кажется, что багажники все-таки сопоставимы у них Ну, вот лично для меня, как я часто что-то вожу Наверное, все-таки багажник устроил бы меня только Кодиака Все остальные все-таки маловаты Полный привод у всех автомобилей похож Разве что можно Тигуан выделить Потому что у него режимов больше Во всем остальном все машины плюс-минус грибут, что называется Одинаково Также хочется выделить Кодиак, потому что он может быть семиместным Тигуан, насколько я помню, семиместным не бывает Но там, честно говоря, некуда ставить седьмое место Для этого нужно длинный Тигуан У нас его не продают Еще я вначале упоминал Аудио Q5 И ничего про нее не сказал Я скажу, почему я про нее ничего не сказал Выделю ее отдельно Потому что на какой-то длительный тест я ее не брал То есть я проходил только тест-драйв, самый обычный у дилера То есть я ездил на ней, но длительного теста именно не было И, честно говоря, она меня не впечатлила от слова совсем Особенно за те деньги, которые она тогда стоила И новая Q3 выглядит по салону, например, гораздо интереснее, чем Q5 То есть здесь даже сравнивать смысла нет И вообще, наверное, на тот момент мне Q3 Я ее как раз тестировал, хотел с Q5 посравнивать На тот момент мне Q3 понравилось больше всем Кроме того, что там был длитель 1.4 А в Q5 был все-таки уже двухлитровый И она просто ехала нормально Во всем остальном как-то, ну, так Вот даже если выбирать между Кодиаком и К5 На чистом глазу я бы выбрал Кодиак Он мне нравится просто больше Здесь уже не вопрос статуса, еще что-то Если просто как автомобили сравнивать в лоб То Кодиак мне нравится больше Ну и внешний вид Здесь, конечно, Ауди впереди планеты всей Она просто офигенная, бомбическая, просто космос Далее идет Кодиак Далее идет, наверное, все-таки Тигуан На мой взгляд, потому что он все-таки Выглядит покрупнее и, наверное, на мой взгляд, поинтереснее И далее идет уже корок По моему вкусу У каждого свой вкус Пишите в комментариях, что на ваш взгляд Выглядит интереснее всего Ну и вы, конечно, спросите, Женя, а что бы ты купил? Несмотря на все плюсы и минусы Я бы взял Кодиак из вот этих перечисленных автомобилей Потому что он, во-первых, мне больше всего нравится по размерам У него действительно большой багажник То, что он не такой драйвовый Да, я бы грустил Но я бы попытался что-нибудь чипануть И сделать его более драйвовым Чтобы он ехал примерно как Тигуан Кстати говоря, может быть, даже прошивку от Тигуана можно залить Не знаю Мне это надо интересоваться То, что он не так хорошо рулится, как Корок, например Или как Ауди Ну, наверное, я тоже привык бы То есть Слишком остальные плюсы они перевешивают, на мой взгляд И поэтому, да, поэтому Все-таки мой выбор за Кодиаком Это не означает, что это лучший автомобиль Из вот этих представленных Нет Для каждого из вас Если вы подумаете, что вам ближе Что вам больше нравится Что для вас важнее То вы сможете свой выбор какой-то сделать Ну, вот мой выбор вот такой Надеюсь, этот выпуск был интересен, полезен С вами был Евгений Соловьев До новых встреч Пока Почту заказывали? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!